Специалист Санкт-Петербургского филиала «Газпром Автоматизация» Пётр Синяков приезжает в Ямбург-Ужене в первый раз. Когда шла настройка и отладка системы автоматического управления МКО, бывало и на месяц задерживался. В этот раз дел немного. И хотя командировка с открытой датой, думает управиться за неделю-полторы. Тем более часть возникших вопросов уже решена дистанционно. В процессе эксплуатации что-то выявляется, если какие-то недочеты, проконсультироваться надо в каких-то моментах, созваниваемся. У нас консультация по телефону. Если своим силам можем устранить, мы устраняем. Если это нет, то формируется какой-то пакет замечаний, и они приезжают и устраняют на месяц. Хорошо, когда специалисты говорят на одном языке. Во всех смыслах. За несколько лет, что шли испытания первой отечественной МКО, между разработчиками оборудования, программного обеспечения и комплектующих сложились хорошие деловые отношения. Отсутствие языкового барьера сыграло и продолжает играть существенную роль. Во-первых, техподдержка на русском языке. Можно не только документацию читать сразу на русском и не думать, что кто-то неправильно перевел. Ну и вообще позвонить на завод и сказать, вот, ребята, что-то мы не понимаем, как работает, подскажите. В этом, конечно же, безусловный плюс. И это не единственный плюс. Работники шестого промысла уже успели оценить возможности дистанционного контроля и управления технологическим оборудованием МКО. Хотя повышенного внимания установка пока по-прежнему требует. Безлюдная технология. Вот, соответственно, все дистанционно она запускается, останавливается. Система новая, как бы она дорабатывается. Она еще, как говорится, не идеальная. Поэтому контроль, мониторим, все больше. Она сама все работает, работает и работает. За этим сама по себе скрываются сотни переведенных на язык логики процессов и команд. Если сравнивать алгоритм, например, с газоперекачивающим агрегатом, с турбиной, то здесь алгоритм чуть проще, скажем так. С другой стороны, больше узлов, которые требуют внимания и каких-то сигналов для оператора. Тем более, что технологии безлюдные, ну или малолюдные. Соответственно, больше нужной информации сюда, на пульт, о том, как она себя чувствует, как она себя ведет. Вся информация о работе установки, все действия операторов и других пользователей после последних обновлений программы, которые и приехал установить Петр Синяков, будут храниться не только на жестких дисках станции, но и отслеживаться системой аудита операционной системы Windows. Дело в том, что эти МКУшки будут объединены все в большую сеть. Соответственно, безопасность должна быть повышенной. По большому счету, для исключения каких-то хакерских атак, заражения вирусами системы, которые могут повлиять нам на работу. Программный код, доведенный до совершенства для установки ТАКАД производства «Казань» компрессор МАШ, с минимальными корректировками будет применен и для серийных МКУ этого завода. Нелли Харудинова, Денис Ковардаков, Ямбургское месторождение.